Считается, что День Святого Валентина существует уже более 16 веков, но праздники любви известны с еще более ранних времен, со времен древних языческих культур. Но как бы ни назывался этот праздник, неизменным остается одно чувство. Для каждой влюбленной пары День Святого Валентина и сейчас особый праздник. Ведь 14 февраля можно еще раз напомнить друг другу о своей любви, приготовить второй половинке сюрприз, обменяться подарками. И не важно, молоды вы или ваш возраст элегантен, ведь любви все возрасты покорны. Конечно, для меня этот праздник очень значимый, и я испытываю чувства очень сильно, и поэтому я думаю, что этот праздник стоит праздновать, и нужно, конечно, удивлять своих любимых все-таки. Стоит какой-то подарок приобрести любимому человеку, и я думаю, что любимые всегда оценят это. Как только у нас это стало принято, мы друг другу дарим, конечно, подарочки скромные, как это, сюрпризы. И дети тоже привыкли, у нас взрослые дети тоже поздравляют и мам, и друг друга. Свидетели подготовки к отне улюбленных продавцы точно знают, какие подарки пользуются наибольшей популярностью у тех, кто всей душой желает поразить свою вторую половинку. Подмечают они и то, что фантазия молодых людей ограничивается лишь традиционными сувенирами в виде сердечек или ангелочков, парфюмерии. Девушкам еще дарят, как правило, розы – белые или красные. Но стоит отойти от стандартов. Сердцу бывают милее нежная мимоза или тюльпаны – необычной окраски. Несомненным сюрпризом станет и ушедшая в небытие сиренада под балконом. Но о цветах все-таки не забудьте. На День Святого Валентина, ну, конечно же, это цветы. Цветы дарят в основном первые весенние. Тюльпанчики дарят, красивые крокусы, гиацинты дарят в горшочках дарят. И розы красивые, можно и сюда обратить внимание. Но в основном это праздник влюбленных, День Цветов. Каждая пара особенная. У каждой есть свои традиции, общие воспоминания и интересы. Но всех их объединяет одно – любовь. Проявляют влюбленные это чувство по-разному. Одни хранят трепет каждой встречи, друг с другом и любят молча. Другие о своей любви молчать не могут. Для нас этот праздник как… Ну, мы влюбленные, мы пары, как бы у нас есть ребенок, это самое главное. То есть для нас этот праздник как, не знаю, как трое джурождение. Какое-то огромное счастье любить и быть любимым. Пожалуй, поспорить с высказыванием Антона Павловича Чехова трудно. А судя по тому, сколько людей на земле всегда стремились и стремятся сегодня любить и быть любимыми, только подтверждает мысль литератора. Субтитры создавал DimaTorzok